Хочу избавиться от всех контрактов, подконтрактов, крючков и зацепов, от всех интерферентов, от магии и колдовства, от чужеродных программ и программ искажений во всех пространствах. Дальше антрофессия восстановить божественное ДНК, вернуться в частицы моей души, очистить родовое требование и передать роду об освобождении. У меня не удаляю обряд крещения, у меня детей и внуков. Вот меня есть два аборта, хочу родить этих детей в эфирном пространстве. Прошу прощения у неродившихся детей. Значит, смотрите, мать меня не хотела рожать. Я была третьим ребенком у семьи, у нее было трудное детство, и она говорила, что я вот не хочу, чтобы вы так страждали. Семья жила бедно, ну и она говорила, что если трое детей, значит им меньше достанется и все такое. Из-за этого, конечно, у меня много комплексов, не надо было маме от этого говорить мне. Я чувствовала себя всегда, ну, как бы, третий лишний, и всегда старалась доказать, что меня родили не напрасно. Ну, больше, ну, как сказать, всегда старалась догадить своим родителям. Но все, как говорила, мама говорила, что я родилась в рубашке. И я, вы знаете, всю шесть чувствовала какую-то поддержку, может быть, высших сил или как. Всегда в трудную минуту мне попадались такие люди, что меня поддерживали. А по жизни у меня девизы, все, что делается, все делается к лучшему. И Бог меня любит, Он меня не оставит. И много в жизни было таких тяжелых ситуаций, но каждая из них делала меня немного сильнее. У меня было пять операций, значит, я, конечно, отменяю и удаляю. Хочу отменить и удалить все эти операции, чтобы у меня была чистая ДНК божественная. Значит, на это время, конечно, у меня немножко есть проблемы со здоровьем. Там правый тазобедренный сустав у меня валит, отекают ноги. И еще у меня мастопатия левой груди. Вот это надо особенно просмотреть. Эзотерическими практиками я не занималась. Ну, ходила дважды гадать к цыганке. И она делала один раз обряд очищения. А в энциклобедии для женщин я прочитала такой обряд очищения энергии. Но этот обряд я сама для себя делала очень часто. Я даже не знаю, сколько раз. Может, это психологически мне легче становилось. Может, этот обряд и действовал как-то. Я не знаю. Но однажды после этого обряда я пришла на работу. А ко мне подходит моя сотрудница Людмила. И говорит, а что, ты умеешь делать, ну, отрабатывать? Я так на нее посмотрела, да, и ничего ей не сказала. И все. Может быть, это совпадение какое-то. Может быть, это действительно какое-то было воздействие на меня от Людмилы. И еще хотела бы посмотреть. У нас на работе сейчас, где я работаю, идет прослушка. Ну, я это знаю, потому что это даже не скрывается. Такая работа. На фирме я работаю на мебельной фирме, чтобы все было нормально. Там нас прослушивали. Но однажды у меня постоянно как-то полгода, а то и больше, все болит и болит спина. И я однажды, мне захотело, чтобы вы меня слушали, я вынула батарею с телефона. И у меня моментально прекратилось болеть спина. Я хотела бы посмотреть или узнать хотя бы, есть ли такое воздействие на физическое тело через Wi-Fi или через телефон. И я так вот это я хотела бы узнать еще. Как-то я очень рано себя начала, ну, помню себя очень рано с детства. Помню, как мне постоянно, когда я засыпала, это еще маленьким ребенком, может быть, мне лет пять было. Постоянно ко мне на подушку сверху головы, вот это на теме, ложилась кошка возле меня. И я так не придавала значения этому. А однажды я ее хотела покладить, и я как будто бы прикоснулась к ежу. У меня так и как будто иголки вошли в мою долу. Я приняла руку, да и больше не стала гладить эту кошку. Эта кошка еще два раза появлялась в моей жизни, еще приблизительно у 15-25 лет. Вот это я хотела бы узнать. Надежда, а в каком смысле появлялась? Ну, я как будто чувствовала ее присутствие в доме. А у вас кошки не было? А? У вас кошки не было? Кошка у нас в доме была, но она никогда не ночевала в доме. Она у нас в коровнике жила, а ночью ее в доме не было. Ну, это такое. А мне больше всего я хотела бы узнать, и вот сны начались у меня приблизительно после 8 лет. Изначально очень редко, а потом ближе к 9 годам все чаще и чаще я могла видеть этот сон раза два-три за ночь, за одну. Я только засыпаю, вот закрыла глаза, и я поднимаюсь в пространство. Я лечу, ну так поднимаюсь, и увеличиваюсь в размерах. У меня делаются такие тяжелые руки и ноги, и потом я поднялась в пространство, и как будто увеличиваюсь, заполняю собой все пространство. Только вот это как будто бы я становлюсь тучкой, какой-то тучей. Но тучка была не вот такой, как мы видим сейчас, тучи на небе такие голубоватые, а я бежевой тучкой делалась. Ну, как будто бы цвет тела. И я все увеличиваюсь, увеличиваюсь, и только меня одолевает страх, что я вот распорюсь в этом пространстве, и меня не станет. Я кричу от страха и просыпаюсь. И оказывается, я кричу не во сне, а я кричу наяву. Возле меня родители, они спрашивают, что со мной, ну что у меня болит. Они думают, что у меня что-то болит. А у меня ничего не болело, только очень немели руки. Немели руки до такой степени, что как будто тысячи иголок пивались мне в ладони. Ну, а те, кто растирал одну руку, мать растирала другую руку, так они, ну, не поспавшие, может быть, с неделю, отвели меня на обследование. Ну, меня обследование ничего не признали, потому что у меня ничего не болело, все было хорошо. Вот только сны эти прекратились, когда мне сделали операцию аппендицитов. Вот после операции меня уже в палате занесли, и я тут засыпаю, и вновь я поднимаюсь в пространство и говорю, а я не боюсь уже, это мне снится, все. И после таких снов эти сны прекратились. Потом, я еще хочу вот это, мне так больше эти сны, сны против, ну, всей жизни мне не снились. А вот этой весной приснился такой интересный сон. Вижу я всадника, такой большой конь, и всадник большой, и такие белые большие крылья у всадника. Голова закрыта шлемом, лицо так уж закрыто, вот как, ну, за право в рыцарей было, вот такое лицо закрыто. Не вижу, я так смотрю, да и говорю, это что, я? А потом, да, нет. Это же воин, значит, мужчина, а я же женщина, это не я. И тут мне показывает, как будто бы мне мою спину показывает, вот, без одежды. И там на уровне лопаток и ниже, по обе стороны позвоночника, по четыре такие продольные отверстия. Вот. И я сама себе думаю, ну, как же там ребра держатся на такой конструкции, там же самые дырки. Я подхожу, трогаю, ну, спина такая упругая, хорошая такая, знаете, неболезненная, ничего. Я трогаю эти отверстия и говорю, это что, пазы для крыльев? И просыпаюсь. Ну, думаю, я проснулась, говорю, сама себе, ну, и сказка приснилась какая-то. Ну, и забыла за этот сон, забыла. Ну, не тут-то было. Проходит, не прошло и недели. Ну, где-то дней пять. Я захожу в Ютуб, открываю первый попавшийся фильм. И там рассказывается о парне, которого в детстве родной дедушка выкрал из семьи. Ему тогда было 11 лет. Мальчик этому. И он обманным путем делал исследование на своем родном внуке. И вот это все раскрылось после того, как дедушка этот умер. И все наследство оставил этому же внуку. Вот показывает уже взрослого через 15 лет. Прошло 15 лет, показывает взрослого парня. Он переодевается и показывается спидным. И я вижу там, вот кино у меня, я вижу фильм. И показываете эти. И я вижу у него вот точно такие, такая же спина, как я видела свою спину во сне. И я не знаю, я хотела бы вот, чтобы вы посмотрели, что это значит. И связано это мои детские сны с этим сном. Или как-то это, может быть, просто так мне приснилось. Может быть и нет. Вот так. Ну, самое главное, самое главное, это мне надо очистить родовое древо. И надо, чтобы восстановить мою естественную и божественную ДНК, чтобы уже душа моя в дальнейших воплощениях была без операций. Чтобы она была целостной. Хорошо. Надо или хочу? Хочу, 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 очень хочу. Ты в эфирном пространстве? Да. Хорошо. Тогда на счет три. Найди в эфирном пространстве эфирное тело Надежды. Надежда, один, два, три. Я ее вижу. Энергосфера такая большая. Правильная форма. Есть одна подключка. А вот здесь, в секторе принятия решений, вот так здесь, и вот с правой стороны. Пока еще... Нет, там еще другие есть. Ну, это черная подключка, магическая. А другие, они подключены, их много, несколько как шланги, прозрачные, еле заметные, в живот. Перед ней живут как будто бы открыт. Вот. И там как будто какие-то люди в секторе, ну, в сущности, в секторе интерферентов. Похоже на космонавтов, которые там что-то в открытом космосе делают. Какие-то шланги, вот это такое идет. Пишут, пишут такое. А потом... Вот с этой стороны... Считывается какой-то дубликат. С левой стороны. Черная такая пластина. И там как будто выгравированы такие буковки. Подключка в сектор интерферентов. Сейчас, Вика, все эти программы-то двинь и считай эфирное ДНК. Надежда ли это? Да, это она. Спроси у нее разрешение на работу с ней и для нее. Она показывает. Что она показывает? Она разрешает и показывает, она вот так, у нее вот эта подключка какая-то черная проявилась в секторе интерферентов. И она вот так вот, как будто бы опоясывает по третьей чакре и заходит за спину. И она оборачивается спиной, показывает, а у нее на спине такая пластина. Черная пластина с такими, я слышу телефон, как нажимаешь кнопочки, тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Вот такие, как будто этот, ну как это, табло телефона. Ну, экран, да. Да, и это соответствует вот секторе программ здесь, этой таблице. Считай мне-ка информацию, что больше всего мешает, с чего первого начать. Сначала с этой Людмилы. Она в секторе маме не ходит, делает несколько ритуалов. Я только начала, ну, одела маску, я сразу слышу Людмила. Я сразу увидела, она делала ритуал с солью в офисе. Потом она делает еще какой-то ритуал с пустой банкой. Такая банка, как будто бы от консервы, от горошка, например. Вот, она вот ее так как-то поднимает левой рукой вверх дном. Ритуал доделает. Так. Сейчас, Вика, прикажи этой Людмиле проявиться в соответствии с ее эфирным ДНК. Она считывается как животное. Почему-то идет так. Животное. И... Как рептилия. Как какой-то динозавр. Только... Ну, такой, как крокодил прямо ходящий. А морда такая, как у динозавра. Так, прикажи сейчас ей отвечать, что она делает в пространстве надежды. Она говорит, отвлекаю, маневр. Так. От чего именно она отвлекает надежду? Прикажи ей отвечать. Она вот так показывает, говорит от богатства. Считай, Вика, цель этих ритуалов, которые делает это Людмилу. И как я на программу устраиваю. Я сейчас говорю. Она вот так стоит, как будто бы... Вот я вижу, как будто я в офисе. И она вот здесь стоит. У нее то ли перегородка какая-то здесь. То ли шкаф так стоит. Там такие, как вазонки, цветочки. Что-то она достает оттуда. Когда ее не видно, она вот что-то постоянно делает. Теперь у нее в руках уже зернышки какие-то. Я вижу, что она вот это берет и вот так как выпускает. Как будто бы зверьков каких-то. Программы такие. Так. Что это за программы? Я не посчитаю информацию. Они считываются как следопыты. Какая цель этих программ по отношению к надежде? Считай. Ну, я вижу, что она вот это в один момент она выпустила эти программы. И они в программе вот здесь, в секторе принятия решений, они как глаза сидят. Два штук их. Два зверька такие. И это эфирные монстрики. Вот. Считываются как сейчас эквивалент. Резиновые гномики. То есть она это как бы с игрушками. У нее какие-то игрушки, то есть она в этом колдовстве использует какие-то игрушки, материальные зацепки. Так же она много делает ритуалов. Потом она делает ритуал с этим вазонком. Этот вазонок она берет. Но, вероятно, это в эфирном плане. Она берет этот вазонок и корни у него. Вот это как будто бы разломался этот горшок. И корни начинают вот так прорастать. Интересно, вот эти гномики, они вот такие маленькие, как бежевого цвета. И вот эти корни тоже бежевого цвета. Сейчас я считаю. А почему бежевая информация? Вот мне интересно, я обычно такой цвет не вижу никогда. Она снова идет, вот эта материальная зацикленность. А как прошивка, как прошивка с материальным, с физическим планом. Прошивка идет вот так. Буквально как будто бы вот так прошить. Считай мне информацию, какие программы это Людмила установила на Дежде. Так, я вижу в секторе программ надежда такая вот, ну, считывается как дыра вот здесь, под левой рукой, сектор программ, как дыра, и оттуда этот портал. И выливается в сектор интерферентов такая энергия. Энергия, и она вот связана с этой Людмилой, и считывается как словесная белиберда. То есть, заклинания какие-то. Так, что через эту дыру теряет надежда? Считай информацию. Считывается жизненные эмоции. А потенциал к самовоспроизведению. А, творческий потенциал, как мы говорим. Денежные тоже теряются? Да. Ну, там как будто кувшин такой, из которого вот выливается вода. Но когда я вот это смотрю в воду, там еще есть, присутствует, как считывается воздушное НЛП. А что это за такое воздушное НЛП? Считай информацию. Я вижу, что эта женщина, ну, по нашим этим меркам, она вот, я бы сказала, как шизофреник, да? Ну, как слушаешь шизофреника, а он говорит, ну, это гипноз. Буквально я вижу, она в пространстве берет и связывает не связанные между собой понятия вещи. Что это за вещи, считай информацию, которые она связывает между собой? Они считываются, как энергетические потенциалы, как эфирная ДНК, то есть разные энергии разных эфирных ДНК. Одноименные эфирные ДНК, энергии одноименные, которые принадлежат одному имени, это как река течет. И они связаны логической цепочкой между собой. А она когда берет разных смысловых форматов. Ладно, Миха, вот это ситуация. Это гипноз. Это гипноз. Это классический гипноз, ничего нового. Вот этой ситуацией отсоединись. Да. Спроси у подсознания Надежды, есть ли у нее подписанный контракт с Людмилой? Нет, она удивляется. Какой контракт? Конечно, нет. Хорошо. Так, тогда сейчас пусть Надежда прикажет этой Людмиле убрать все эти воздействия, все ритуалы до единого из пространства Надежды. Все последствия. Пусть Надежда карму призывает на Людмилу замешательство в ее личное пространство. И пусть Надежда себе вернет весь свой потенциал обратно, всю свою энергию обратно себе. Я вижу, что вот она как бы проникла своими энергиями внутрь. И вот эти несвязанные речи, вот, поэтому оно как река выглядит, да, не как река без берегов. вот эти несвязанные речи способствовали тому, что она буквально разбила в сознании Надежды какие-то вот фракталы. И они сейчас возвращаются к Надежде, и она закрывает у нее как бы открытый внутренний критик, но там еще появляется цыганка. Вот, я сейчас говорю Надежде, пусть она сначала уберет полностью с ее пространства эту Людмилу, приказывает ей убирать, вот, уходит этот крокодил, и тянет за собой вот эту плиту, которая вот там, которая закрывала, которая вот так пикала. Но не та, что на спине, а та, которая вот там, которая вот идет как фрактал к первоисточнику. И оно уже не черное, а так потеряла форму, и тучкой такой уходит. Так, пусть Надежда карму призывает на Людмилу и в портал ее. Сейчас, да, я вижу, что Надежда наступила на это такой черный, считывается, хвост. Вот так ногой впух, правой ногой наступила. Кому-то на хвост наступила. Так, чей это хвост? Прикажи проявиться. А там вот это рептилия, которая, она уже не прямоходящая, а вот так как ящерица. И она, Людмила, вот так как стоит, а у нее как будто бы отпал вот этот один хвост. И у нее под ногой как будто портал у Надежды. И эта Смеюка, она вот так уползает и уходит. туда и Людмила так берет эту подключку и потом отрывает вот так от правого глаза такую энергию и отсюда вот это туда выбрасывает. И появляется вот этот вазонок, который там стоял, он превратился в такого как будто паука. И он почему-то вот так вот к Надежде вот так вот сюда. Что это за паук считай? Ну я в первую очередь передаю информацию, говорю, чтобы она его отдаляла от себя и не принимала чужеродные энергии в ее пространство. Я прямо кричу брось, брось. Пусть Надежда его закроет в банку с отражателем этого паука. Так, это оно эти два гномика как два глаза. Вот они вот так эта штуковина, оно как краб какой-то или осьминог, что-то такое с ногами или паук, так не энергия. И вот эти два как глазика, как два глаза, считывающие устройство эта программа. И я вижу, что Людмила в этот момент ей как бы глаза болят. прямо мучитель на ней. Кто хозяин этих считывающих устройств? Покажи проявиться. Подожди, подожди. Людмила вот это наступило на эти глаза и они так чвакнули. Это все брызнуло. Я отправляю, говорю, чтобы она все сжигала ее пространство это все. Да, пусть все На полную утилизацию и на полную аннигиляцию. И Людмила здесь она свою энергию запихнула. Надежда берет и вот эти все энергии и программы, которые у нее здесь были, все туда в портал. Хорошо. Оно как пустая, знаешь, как Балия такая пустая. Зазвенело так как. Все программы от Людмилы пусть выбрасывает, пусть приказывает Людмиле забрать эти все программы, все последствия ее колдовства. Пусть карман ее призывает и свой потенциал пусть весь заберет. Это Людмила такая ядовитая, она там снова скачет на одной ноге. На одной ноге у нее как до колена такой гипс. Она манипуляторша, она пытается притвориться больной, чтобы ее пожалели. Я приказываю ей убираться с нашего общего пространства, а Надежде передаю, чтобы она полностью убирала эту ведьму в портал на оптимизацию всей ее энергии, чтобы Надежда наполнялась энергиями, собственными энергиями здоровья, гармонией и выталкивала все чужеродные энергии. И снова вот это она из сердечной чакры, вот там, где внутренний критик, она вот эти два глазки взяла, как будто две такие бульки такие, и она их так чвак и раздавила. Я говорю, чтобы она очистилась от всех этих чужеродных энергий, запретила считывание ее эфирного ДНК, восстановила целостность всех ее энергоструктур. и внутреннего критик. Да, а у цыганки вот она была проявилась, а сейчас она одела камуфляж. Цыганка? Да. Так, снимай, Вика, все запреты на считывание информации, на снятии магии колдовства и прикажи этой цыганке отвечать, что она делает в пространстве надежды. Ну, я ей говорю, что она нарушила кону вселенной и обманным путем проникла в пространство надежды. И этот камуфляж исчез. Вот так как рассеялся. Что она делает в пространстве надежды? Прикажи ей отвечать. Она вот так вот этой юбкой машет и говорит, что она утилизирует светлые души. Каким способом она это делает? Прикажи ей отвечать. Она говорит, что она чистит. А у нее такие энергии, как будто бы она какая-то с чешуей, как будто бы вот такая чешуя на ней. И с каждой чешуи вот так снизу такие энергии, как собаки такие. с чешуя на ней. информацию, какое воздействие эта цыганка осуществляла на надежду. Рассчитывается, что она ее подсадила буквально вот в сектор принятия решений на какой-то допинг. Садила на какой-то допинг. Что это за допинг с читой информации? Считывается самообман. Как на физическом плане у надежды этот самообман проявился? Вот что интересно, вот эта цыганка, она считывается как психологический термин прозвучал смешной. Какой? приверзный, ну, это в смысле перевернутый манипулятор. То есть это мышление вот этого перевертыша, перевернутое мышление. Это так шизофреников вычисляют психиатры. Фотографию, вот фотографию, когда человека и закрыть его глаза, то верхние и нижние части глаз, они психиатру, вот половина глаз сразу дает возможность моментально определить, что это шизофренические, ну, расстройство шизофреника. вот у нее вот эти идут расстройства шизофренические, перевернутые, перевернутые, то есть человек, который живет в своих собственных иллюзиях. и она подсадила как бы надежду верить вот в эти иллюзии, то есть как бы к не фактическому пространству, а к иллюзиям. Это их такой план, потому что они живут в своем выдуманном мире и пытаются нормальных, адекватных людей туда же затащить. Вики иллюзии. Понятно. Хорошо. приверстный, вот, прозвучало точно, приверстный. Сейчас, Вика, спроси, у Надежды хочет она отменить свое решение обращаться к этой цыганке? Да, говори, да. Хорошо. Пусть Надежда своим теперешним сознанием зайдет в тот момент, когда она приняла такое решение обратиться к этой цыганке, пусть она его отменит. она его отменяет. Я вижу, что от этой цыганке и остался вот этот серый кружок. Он как-то вот так одновременно на пальце, как металлический такой, как будто бы рассеянный. И Надежда снимает его. Он одновременно вот где-то здесь, на уровне принятия решений. и на уровне чакры сердечной оно выглядит как такое металлическое кольцо с каким-то захватом вот таким. Как будто бы это вот кольцо подошло и вот он чак вот так вот и к третьей чакре и ко второй чакре. То есть много подключек это видно. Пусть Надежда приказывает ее убрать все подключки, воздействия, все колдовство, всю магию. Пусть отправляет ее в портал. Да, я вижу, как Надежда эти кольца все снимает и ей это все на голову складывает, отдает отсюда вот туда. То есть все эти... А это пошло как переброс. Пусть всю карму отдаст цыганке. Да. Так. И есть ли потенциал она свой отдала Надежда? Пусть она его заберет у цыганки. Ну, конечно же. Контактировать с этими людьми нельзя. Чистое сознание отдает, а берет частицу вот этого и вот это постоянно звучит приверстно, то есть это перевернутый. вот пусть Надежда все свое вернет себе, а все из этого антимира пусть вернет обратно. Вот, и вижу, что вот это какая-то она считывается как петля, а выглядит как будто кокон такой с веревок и раскутывается. это это типа защита. Вот, и Надежда поднимается вверх и между ног, вот там не между ног, а где ноги заканчиваются, но ступни, между ступнями, вот, отрывает это, у нее такая энергосфера, закрытая, вот так оно там было, убирает эту подключку, сжигает, все, отправляет портал на утилизацию. Портал пусть закрывает, пусть поднимается еще выше. Так, сейчас как выглядит Надежда? Напиши. Сейчас она показывает, что под ее вот так мышками как будто бы такой хвост чей-то и она показывает спину, а на спине такая пластина, а на пластине когда я смотрю, я слышу эти звуки, как будто бы телефон пи-пи-пи-пи-пи-пи. И подключка идет одновременно от этого оно расслаивается энергетически, черная энергия идет в сектор магии, там сидит какой-то оператор за столом, у него такая штука, приборы такие, а другая подключка, она такая как бы мог, тянется в сектор интерферентов, в секторе интерферентов появляется такой чему-то считывается стол. Стол? Стол, да. Стол заказов. Угу. Так. А что это за такой стол заказов? Считай информацию, какие его функции, свойства. там появляется, считывается директор. Угу. Так. Директор надежды? Ну, вот этого, этой конструкции, он вот так вот слушает, он, его интересует заказ клиента, он отслеживает, да, он вообще ненормальный. Ага. Прикажи, Вика, ему... Он же тоже этот привязанный сузофрений, абьюзер. Так, Вика, сейчас директору прикажи отвечать, что он делает в пространстве надежды, зачем следит? Угу. Это такая, как программа, вот это, сейчас я посмотрю, потому что самого директора я не вижу. Угу. А, вижу такое пространство, вот это, как дымка, такая, это подключка, и то, что я говорю, я просто слышу, оно считывается, я так говорю. Вижу такое туманное пространство, и такой портал, шух, туда, у надежды как ранец на спине вот эта штуковина, а от этой штуковины в сектор магии там этот человек, оператор, и он нажимает на кнопочки, как будто бы пальцем к ее спине, и оно так, ну, пищит, как нажимаешь кнопки, он смотрит, он коды какие-то набирает. так, Вика, давай для начала считай информацию, что это за ранец на спине, как он влияет на надежду. Эфирный имплант. Как этот имплант воздействует на надежду? Какие у него функции? Считывается, как такой информационный чемодан, такой блок. Там внутри целая микросхема, провода, вот так, оно уплотнено такое. Рассчитывается отжим энергии и отжим воли. И куда это все? Куда вся энергия? Вот, к интерферентам туда потекла. Так, понятно. Так, сейчас, Вика, тому оператору, который находится в секторе магии, прикажи проявиться и отвечать, что он делает в пространстве надежды. Он выглядит вот так, ноги вот так, вот коромыслом, вот так вот стоит, ноги вот так. У него вот этот между ног белого цвета этот писюн, как шланг, туда в сектор интерферентов, он стоит вот так как-то, считывается какой-то рогач. Технократия, техномагия. это компьютер. Это компьютер. Понятно. Это используется технологии, техномагические технологии, технократические, магические технологии и компьютер. Оно так и звучит, технологии. Угу. Так, давай сейчас посмотрим, когда этот имплант впервые появился в пространстве у надежды. Пусть она покажет этот момент на физическом плане, что происходит. Я вижу, она берет трубку, вот так. Черная трубка. Угу. Уху подносит. Телефонная трубка. В этот момент у нее появляется вот такая блокировка на голове и этот ранец. И вот это в руке она держит эту черную трубку. Так. Это ее мобильный телефон? Спросил ли я? Да. Угу. Так. Она говорила, что когда она вытащила батарею, то перестала болеть спина у нее. Спросил подсознание, это действительно так? Ну, сейчас я посмотрю. Зайди в этот момент, да, когда она вытаскивает батарею из своего телефона. Когда она вытаскивает эту батарею из телефона, я вижу, я вижу, что в этом, на этой батарее есть такой имплант. Вот этот рогач, который считывается. Это антенна такая. Она такого света считывается, как золотистого, то ли металл такой, как золотистый. Вот такие штуки. Как вот это в секторе магии. Оно вот считывается, вот сейчас я тебе скажу, как силевой поток, силовой поток. Силовой поток. Оно связано с международной контрабандой какой-то. А что такое контрабанда в этом плане? Так, что это в этом контексте, да, что это за контрабанда считает? А, это контрабанда это проникновение в пространство человека незаконным путем, минуя его границы разрешения. это регулируется ее трудовым договором. То есть условиями договора она на это согласна, и поэтому это не просто прослушка идет от начальства, это еще и связано с какой-то сетью. Глобально, да? Он считывается потусторонним. Да. Понятно. Давай сейчас, Вика, посмотрим этот трудовой договор, пусть Надежда его покажет, пусть достанет положено на наш рабочий стол. А ты считай его условия, какие самые важные. Оно считывается соглашаюсь на все. как бы и снова этот звучит директор. Как бы директор решает, а она подчиняется, принимает как бы авансом все условия. взаимодействие, слышу, взаимодействие, то есть она соглашается на взаимодействие, а это расценивается как вот с этими технологиями. нужно этот чип убрать с телефона. Так, в эфирном пространстве? или на физике? пространстве, ну, у меня раньше, когда были эти телефоны, я убирала эти чипы, их же видно, а на новых вот таких айфонах, там этот чип вживлен уже в саму систему, внутри, его уже невозможно забрать. а на этих самсунгах и этих раньше андроидах, то это было вот прямо снимаешь вот эту телефон, я уже и забыла, это давно было, эту такую квадратную что-то, батарея, да? батарея, вот, а там такая пленочка, снимаешь эту пленочку, а там видно вот эта антенна. А, типа спиралька такая, да? Ну, да. Ну, похоже. Понятно. Ладно. Сейчас спроси у Надежды, она в эфирном плане этот трудовой договор может разорвать? Нет, она же его подписала на физику. Только на физике? Она говорит, нет. Так. А запретить скачивать свою энергию и вернуть ее обратно? Тоже. Так. Хорошо. Тогда пусть сейчас Надежда прикажет и этому оператору, и этому директору убрать все воздействия от нее, всю прослушку и пусть вернет всю свою энергию, которую они с нее скачали, весь свой потенциал пусть вернет. Ну, я слышу, что она говорит, что отказывается принимать больше тех смыслов написанных. Кто же эти договора читал? А, восьмым шрифтом, да? Да. хорошо. Вот эти все смыслы, которые в договоре не прописаны, пусть за это Надежда вернет всю свою энергию, весь свой потенциал. А им карму? Ну, я вижу, что она снимает из себя ранец, и этот ранец вместе с креслом. Кресло на такой одной ножке, как будто бы, ну, это офисное, что-то, с таким порталом, и оно сразу так уходит, все. Она это снимает, и это одна цепочка этих явлений, и сейчас я вижу у нее эту кошку на голове. Но сначала это кошку замораживая, говорю, что мы вернемся к этому. А сейчас пусть она почистит все ее пространство от прослушки, потому что это все эфирное пространство принадлежит ей. Этот ранец, все импланты, через которые ее прослушивают, пусть выбрасывают портал. Ну, я вижу, что это не просто прослушивают, а также просматривают. Вот эти кнопочки, они вот так как будто бы глазки такие в этом ранце, и она этот ранец этому оператору отдает, снимает его. Так, карму пусть призывает на этого оператора, директора замешательства в ее пространство и в портале. Да, но они же используют эфирное пространство, эксплуатируют эфирное пространство в их вот этих темных целях. Ну, они об этом надежду не предупреждали, поэтому пусть она к нам призывает. Да. И весь свой потенциал, который они с нее скачали, пусть вернет себе обратно. Вот, она запирает. Хорошо. Хорошо. Так, портал пусть закрывает, пусть поднимается еще выше. Вот она снова это сжигает. У нее как бомбочка так шух и все ушло. А сейчас это кошка. Так. Что это за кошка такая, читай век информацию? Она считывается как детский паралич. сейчас я посмотрю, что происходит в эфирном плане. В эфирном плане я вижу девочка здесь и какая-то ведьма из сектора магии и сектора интерферентов вот так одновременно такие две энергии вот так сливаются в одну и вот так отсюда наклоняются и как будто бы ее вот сюда целует такой черные энергии и когда это произошло она вот как бы засыпает в полудреме ей не хватает материнской любви и она вот как бы представляет как мама ее может мама ее так и целует вот и она в этом полудреме но на самом деле это вот эти какие-то черные программы сейчас будем смотреть и там на голове появляется такая как шапка колючая как ежик и тянется одним концом в сектор магии а в сектор магии снова какой-то оператор и у него какая-то машинка и он вот так вот делает вот так как-то машинкой и распечатан этой машинке как будто бы что-то какая-то технократия и выходит какой-то черный лист он это считывает и раз выкатилась снова такой фотография но все черное ничего я там пока не вижу эфирное днк я вижу там когда присмотрелась ее как бы фотография девочки и они это все отдают в сектор ну туда ниже интерферента передают так считывается сейчас я посмотрю биологический конструктор какой-то биологический конструктор что это за конструктор с читой информации так очень странно это связано с рождением с ее рождением и ее все перемаги находится как бы рожающая мать то есть тот момент когда она вот рождается так что происходит в этот момент Вика считает информацию на эфирном плане момент рождения идет блокировка у нее такая блокировка нежеланный ребенок то есть она как бы рождается в мир где ее не ждут и у нее такая блокировка то есть у нее сразу как бы она не знает что дальше и идет сразу такое искажение первое что делать то есть она не чувствует себя спокойно защищенной и сразу что делать и вот это извиваться доказывать и вот такая слышу извиваться и идет такая вот как такая вот волна вот сюда в сектор принятия решений и здесь такой как считывается бублик а такое как шарик посчитывается почему-то бублик и это имеет отношение к сердечной чакре открытое подсознание то есть открытое подсознание для вторжения чужеродных программ да спроси у Надежды видит она эту ситуацию в момент своего рождения да хочет она его изменить спроси она показывает вот так что она не знает как пусть она своим теперешним сознанием зайдет в тот момент и пусть она посмотрит на первоисточника на вселенную которые ее любят первоисточник как отец вселенная как мать она выходит с этой ситуации и буквально вот сначала маленькими ножками а потом уже как большая такая топчет эту оно выглядит как будто бы вот эти родовые пути как кольцо такое и она это слышу отвергает хорошо я говорю что сейчас она может отвергнуть принимать родительские программы родовые сценарии что она может принять иконы вселенной иконы творца гармонии процветания здоровья жизни и она творец своей реальности может сейчас и в том моменте в каждом моменте отказаться принимать чужие установки чужие программы она это делает но вот что ей мешает это вот аборты и она сейчас буквально вот хватается за живот хочет отменить свое решение делать аборт и спроси у нее да хочет хорошо пусть она тогда своим тоже теперешним сознанием зайдет в каждый из моментов когда она приняла такое решение и пусть изменит эти свои решения и пусть этим душам поможет подняться к первоисточнику она вот их берет и говорит что она рождает благородные души и вот эти слезы вот это все так смахивает рукой я говорю ей передаю что она ни в чем не виновата пусть отдаст карму за эту систему антимиру антимир создал такую систему где женщины убивает своих детей пусть она карму за это отдаст создателю этой системы и отказывается верить в ту ложь в которую она тогда верила потому что специально если бы люди знали всю правду никто бы этого не делал выходит с этого пространства и тоже это все сжигает в портал на утилизации хорошо так теперь этого оператора пусть он тоже убирает с этим ежиком из своего пространства так сейчас подожди я вижу она ребенок она спит когда впервые не просто брать нужно посмотреть где он взялся когда он подключился к ней впервые да пусть надежда покажет момент когда этот оператор впервые к ней подключился вот слышу слово кракен вижу через сектор магии а вот там секторе интерферентов вот это корчится как от боли как спрут черно-красного света такой огромный и вот эта вся система его рушится он вот так связан с считывается с гипнозом с материнским гипнозом с этими программами материнскими и с принятием решений и оно вот так все ломается и там такая как петля вот здесь вот такая как петля мне кажется что такое петлю и аборты делает я никогда не видела но мне почему-то идет так так какая-то петелька такая то есть фактически это символ убийства нерожденных новорожденных то есть беззащитных ну надежда уже отменила эти свои решения но она то отменила но она в этой программе сейчас то находится потому что если вот она вот нерожденный ребенок а мать ее не хотела вот это приходит я говорю чтобы она показала когда впервые эта вся система и эти подключки появились в ее пространстве что это был за момент считай какой-то странный вижу что кто-то из сектора интерферентов как будто бы откусил пальцы как будто бы откусил пальцы и шух туда шухнул прикажи этому кто откусил пальцы надежды проявиться я вижу что это программа то есть получается хозяев нет осталась одна мебель а хозяева что ушли в смысле интерференты интерферентов как бы нет остались их программы эгрегоры то есть как бы хозяева съехали а в квартире мебель осталась вот эта аппаратура вот это все так Вика а считай информацию куда хозяева делись но они туда вниз умыкнули а что это за программа которая пальцы откусила надежды считай информацию какая-то центрифуга так странно это все в таком каком-то светящемся круге не круг как портал светится по стенкам свет светятся стенки а посередине как бы в этой шахте такая штуковина торчит с такими лопастями вот такая сложная такая такой механизм считывается центрифуга порабощения порабощения имеет отношение к младенцам какое именно отношение это центрифуга имеет к младенцам с читой информации оно считывается вот так как убрать из плана жизни и снова это идет такое как будто бы откусили вот пальчики ребенку и мне вот это сразу пришло что у меня когда я была беременна у меня такой страх был чтобы у детей все пальчики были у меня такой страх был что у них не будет пальчиков вот это я уже увидела я первым делом сразу пересчитывала все пальчики у меня какая-то эта идея была глупая что что могут дети родиться без пальчика и вот это я только сейчас увидела что это есть программа такая оно вот так как будто бы отрезает а пальцем между все делается и оно как бы убрать считывается убрать из плана жизни из физического плана умертвить так а Надежда когда впервые к этой конструкции подключилась с этой информацией ну вот считывается как абортарий в секторе магии по отношению к ней ну такое впечатление что мама или хотела или даже побывала у гинеколога вот я вижу эту ситуацию так вот и считывается как страх смерти так это в этот момент чувствовала надежду да 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 спроси хочет она эту ситуацию поменять она теперь уже большая взрослая с ней все нормально да она хочет я вижу что вот этот абортарий вот это центрифуга она считывается как абортарий оно считывается как такая знаешь мать пиявка которая вот это пришла и как будто бы целует как бы она целует приняла в свое лоно и тут же убивает так надежда пусть своим теперешним сознанием зайдем в тот момент пусть обличит те программы которые в матери работали пусть им карму отдаст за это воздействие оно вот так вот правильно сказать они есть это как компьютер который есть в пространстве и женщины они то подключаются к этой программе то отключаются то есть это можно вот так моментально все отключиться когда просто решить беречь жизнь то есть это не то что в ней это работает ком-то из женщин то есть женщина может а уже когда она одержима становится этой идеей то уже можно сказать что в ней работает а так женщина и туда и сюда но для маленького ребенка незащищенного это страшная трагедия потому что это угроза жизни это она малюсенькая такая она говорит она кричит прямо вот там где она была вот в этих программах что она отказывается и она выходит с этого с этой блокировки и я вижу что когда она с этой блокировки вышла то эта девочка которая там лежала с этой кошкой колючей на голове она берет эту кошку и отдает вот через сектор магии в сектор интерферентов я ей передаю чтобы она отдала эту всю карму и все эти энергии сотворителям этих всех программ эгрегоров энергии и карму за все это воздействие воздействие по себе пусть вернет все частички души и весь свой потенциал а вот эту конструкцию этот абортарий пусть она уничтожит и сейчас вижу она как-то когда была девочкой она как-то как будто выходит из своего тела в таком шарике он так двигается как-то вот как эти шарики воздушные не воздушные а вот эти бульки такие мыльные и бывают такие бульки большие и так поднимаются тяжело вот как-то она так поднимается и сейчас я посмотрю что происходит потому что там открытый портал и кто-то как будто бы ее хочет за правую ногу утащить и она раз и просыпается прикажи Вика проявиться кто там хочет ее утащить за правую ногу и снова я слышу кракен так а что это за кракен сочетай информацию кто это такой считывается как глобальная сеть вот так международная глобальная сеть она считывается буквально как какая-то такая черная печень сеть порабощение человеческих душ она как огромный кракен и вот цвет такой такой черно-красный и вижу что это связано с ее миссией я говорю чтобы она показала когда она впервые подключилась к этому кракену и приказываю всем интерферентам проявиться они буквально дергают за правую ногу и это связано с ее операциями вижу у нее как будто бы живот такой какой-то как будто или прозрачный или рассечен и там такие шланги с такими вот какие-то знаешь как есть такие шланги ребристые такие да вот таких несколько штук вижу хорошо одна вторая там дальше третий шланг такой и еще черная подключка как бы сзади где-то вот так и крестец так что это за шланги века считай информацией куда они ведут надежды они ведут вот как-то этот черный шланг он вот так к этому кракену а те как-то ниже туда пошли мимо так лапай его туда сюда а эти шланги дальше пошли ниже так считай какое место они идут там внизу даже не знаю что это такое считывается такое пространство мир деловых людей и вижу это эгрегор эгрегор вижу там медицинский этот эгрегор врачи ходят в таких халатах аппаратура разная там стоит называют себя мир деловых людей деловые а почему деловые информацию врачи сейчас посмотрю в чем эта деловитость выражается один из этих врачей вот так показал как-то палец такой странный с таким крючком на ногте он вот так как будто бы проткнул пространство над собой и сказал что так очень гордо знаешь что они знают все о болезнях а здоровье наверное ничего нет ну да понятно так а кто хозяин этого эгрегора с читой информации это идет откачка энергии вот там дальше идет считывается рептильный план самый главный кто этим всем управляет с читой информации самое главное появляется вот этот с крылышками и она все потянулась потянулась до потери совершенства вот этот образ идет яблочко потеря совершенства и на конце там слышу выбор выбор без выбора это это как вход вот такой какой-то странный как будто бы вход будто бы два входа так интересно вот так как вот такая черный портал и два входа а когда куда бы ни пошел или сюда или сюда а ну там все сходится в одно а здесь вот эта конструкция вот это что я говорила что вот это обортарь то есть куда бы ни пошел туда сюда все равно результат один смерть кто этим всем управляет уже нам известный персонаж сейчас пока никого нет считывается кракен но он там повыше в самом низу кто находится самый главный сейчас оно вот так во вселенском масштабе это считывается как рот как печень как печень внутри этого считывается рот но он такой страшный вот этот сатана дьявол который или юцифер он как будто поглотил а человеческий рот он как бы стал отцом но не тот который рождает который пожирает к нему этот весь рот человеческий через этот портал через это у него вот эта печень как крапин а внутри вот это сознание души людей и он как стал считывается праотец человечества духовный праотец то есть получается что первотворец сотворил человека божественной совершенной душой личностью а вот этот как лже отец он поглотил он сожрал этих детей творения первотворца и огласил их как бы их наставника так и звучит наставником отцом и вдохновляет их его больным созданием он считывается духовный отец первородных детей дворца ладно века от него отсоединись да поднимись выше сейчас поднимаюсь и сейчас спроси у Надежды у нее есть подписанный действующий контракт с Люцифером есть она в секторе миссии находится и она достает вот там такие как огромные такие листы что это за листы спроси у нее она говорит мой контракт мое разрешение на воплощение пусть она покажет момент подписания этого ее контракта какой момент он будет подписан о вижу идет спор между двумя народами она считывается вот так по правой стороны народ богов а здесь народ гемонов не почему-то какая-то жуть считывается или чуть жуть вот так демонический народ и идет идут переговоры и боги говорят ну хорошо тело вы можете убить а они завлекают в ловушку демонов да они говорят но хорошо но воины я вижу воины и всегда побеждают демоны потому что у них нет сожаления у них нет сочувствия и они всех убивают и все вот падают туда внешнее пространство и слышу вот так что с душой и они заманивают ловушку они знают что делают и говорят светлые боги они говорят вы не сможете переубедить переформатировать сознание они говорят о том что о любви что любовь и она заложена внутри сознания живой души и она руководит вот направлением что светлая душа всегда стремится к любви и к первотворцу и к совершенству где в этой ситуации надежда читаем информацию а я вижу там много много таких как ладьи стоят и там сидят такие красавицы богини и она там сидит вот она мне показывает вот она сидит она среди тех кто готов пойти она говорит что она готова пойти чтобы осознать свою целостность пусть она покажет тот момент когда она идет на воплощении и момент подписания контракта я вижу что она подходит к этому пространству и там появляется сразу этот кракен я извиняюсь за подробности оно выглядит и звучит некрасиво но так оно есть оно выглядит так что вот как будто бы вот этот кракен вот как будто бы вот так стоит голова вот там вниз внизу где антимир а вот здесь как задний проход то есть вот этот портал открыт то есть он как бы поглощает почему-то через ну оно не выглядит как натурально но оно как считывается вот это оно такая как конструкция такая а почему он через именно это место поглощает считаем информацию сейчас посмотрю оно как-то идет с вижу такую картинку как ребенок сидит как будто на горшке и как и это для него большое достижение почему это большое достижение считать это для маленького ребенка физического который воплощен такое же большое достижение самостоятельно справляться с такими физиологическими это я вижу вот там художник стоит и рисует красивую картину то есть как уже большой художник то есть это равноценно как уже развитый человек может создавать шедевры то для маленького ребеночка это действие это тоже шедевр для его возраста ну для его возраста там ему годик два годика это его достижение и оно равносильно то есть на одной так также родители же так же радуются когда ребеночек не в штанишке а когда нужно попросился точно так же как вот этот великий художник создал картину или там ракету я вижу вот такие конструкторы то есть это на одной как-то вот так ну и сейчас посмотрю дальше а зациклить зациклить человечество на вот этом низком достижении и отсюда идет вот такая подключка в сектор магии создать манипуляторов создать магический сектор о откуда магия происходит магия насилия создается вот оно что а вот почему их тянет к этой теме и сейчас я была поражена когда в Америке игрушки в виде какашек на каждом шагу вот оно что то есть зациклить человека вот на этом низменном то есть на самом первом достижении вот на физиологии то есть зациклить на физиологических потребностях чтобы прекратить духовное развитие понятно потому что если человек вот как бы достиг в своем сознании совершенства то есть вот это какашку сделал то он вырастает ему 50 лет и для него вот это тоже большое достижение то же самое то есть нет роста духовного он не может уже шедевры создавать не может развивать свою душу для дальше понятно понятно ладно Вика вот этой ситуации отсоединись да так пусть Надежда покажет момент подписания контракта зашла в эту ну я вижу она заходит как в какой-то корабль большой в такой этот как портал и там сюда конструкция вот такая она просто в этот характер зашла это вот этот эгребер манипулятивный и когда она зашла осматривается и тут же перед ней этот раз как стол стоит и все вот такого черно-красного цвета ну такой темный красный как будто бы развален черным она говорит я смогу и что-то вот берет пробует как будто в 1 зуб моментально проваливается в портал так а что она попробовала на зуб с читой информации так это имеет отношение к программе жертва я вижу что появляется вот эта петля это та же петля которую я вижу когда люди ну вот сектор принесения в жертву когда человек как бы попался к темным вот сразу появляется вот это как петля по пятой чакре подписывает она контракт да подписывает и у нее рука сразу правая почернела по локоть сейчас и она говорит я стала смертной так пусть сейчас надежда покажет этот контракт пусть она его достанет положить на наш рабочий стол а ты считай информацию условия этого контракта самые важные какие я вижу она соглашается на рождение на воплощение вижу как сильный ветер дует очень сильный ветер дует он вот так прямо горизонтально вот так по земле идет снег колючий такой идет семья мужчина они как будто бы в каких-то вахмотьях так одеты куда-то пробирается идет семья мужчина женщина женщина мужчина тянет за руку держит женщину женщина беременная и тащится за руку еще ребенка маленького который там ножками идет навстречу этому ветру где в этой ситуации надежда считай она выбирает родиться этим ребенком в эту вьюгу а спроси у нее почему она выбрала родиться в этом ребенке она показывает вот такой зуб этот клык черный он связан с глазами с глазом справа а как именно связано с глазом сочетая информация какая связь ну одним нервом связан вот и сейчас я спрошу ее зачем ей это нужно она показывает снова на эту ладью где эти богини сидели а боги вот так стояли она говорит что нужно доказать обратное а что именно обратное доказать спроси не слышу вот так свет тянется к свету и вижу как будто такой черный цветок он расцветает такой колючий с него выходит вот так такой свет и возвращается к первоисточнику вот в ту сторону в правый верхний угол уходит и оно считывается вот так как бы зло не цвело а добро тянется к добру а вот спор был что они все всех перетянут на свою сторону то есть они всех совратят и всех испортят и всех извратят повернут буквально сделают шизофрениками ну по нашему вот этими первенными шизофрениками которые перевернут осознание понятно то есть они превратят хотят фактически превратить божественную душу в животную душу северину какую-то понятно так Лика считай информацию что дальше происходит в эту вьюгу с ребенком она подписала контракт и запечатала и вот так все и я вижу что она нужно я не буду говорить это важно если важно то я вижу пещера родился ребеночек ребеночка зажарили и съели ладно вот этой ситуации отсоединись Мика понятно так сейчас пусть Надежда покажет контракт который она подписала а ты считай какие его условия самые важные они просто издеваются и говорят что ну как бы она не знала на что она подписывалась то есть что они перехитрили вот я говорю что она сейчас может зайти в тот момент и отдать карму расторгнуть тот контракт и свое соглашение забрать быть сожранной теми родителями хочет это сделать да хочет хорошо пусть он даст карму интерферентам за это я вижу что она вот так как тот цветок который я уже видела она выходит с этого черного колючего пространства и она выходит с этого кракена и этот кракен просто схлопывается и вот эти его колючки они были ноги такие как живые да когда она вышла он так сплюснулся и стал такой знаешь как оно выглядит как матка такая как шарик такой пустой вот оно что рассказывает ну вот до меня дошло что это как она как будто бы в матку этого кракена заходила и создался она своей энергией создала вот этот положила начало созданию этого эгредера а сейчас она расторгла этот контракт вышла и он сложился схлопнулся и вот эти лапы такие живые были они превратились в такие мертвые колючки и вот так сложились все сложилось хорошо пусть надежда полностью заберет свою энергию из этого механизма всего все свои частички души она выходит вместе с ней выходят еще они просто вот так выплывают как это танец березка знаешь как девушки выходят там и их не видно как они ходят как будто выплывут и вот вижу такие девушки красавицы вот так вот выходят с этого кракена и он их как будто бы рожает и они выходят просто выплывают как будто им ничего не случилось а кто все эти девушки с читой информации они считываются как богиня как творцы и они как как совместные как-то идут идет вот так как совместные с этими богами богами которые стояли ангелы божественные души вот эти которые стояли каждый как будто бы провел туда свою девушку а сейчас все выходят это родственные души да и оно считывается каждой свою очередь и выходит надежда и родился такой какой-то пузырек вот здесь и а вот эти все красные энергии они вот так уходят а этот пузырек там такой младенец красивый что это за пузырек он такой выглядит как будто бы глаз в котором находится младенец ДНК вот этот первородный грех который говорят то есть вот эти ДНК смерти которые передаются с поколения в поколение насчитывается как гипноз смерти приказ смерти да это эфирная ДНК которая приказывает умирать то есть запускает механизмы извращения вот так считывается потому что идти против себя против своей жизни это фактически извращение делать решения которые вредят жизни своей собственной душе днк смерти вот это да ген смерти считывается что Надежда хочет с ним сделать спросил она говорит что нужно извлечь жизнь вот этого ребеночка который как зеница глаза там внутри этого глаза и этот глаз он к этому ребеночку который внутри он извивается как гадюка вот эта подключка пусть Надежда это сделает пусть извлечет я вижу что она отменяет тот костер вот и когда она вот выходит из этого костра я вижу что ее это плоть как бы выходит изо ртов вот папа мама ребеночек их детенщик трое и этот ребенок вот внутри этого глаза начинает расти становится античная богиня и она снова как раздавила этот глаз там такие энергии прям тошли я понимаю пусть она это все выбрасывает сразу в портал и снова она сжет это все огнем вот почему она все огнем сжигает с самого начала сеанса и все этим костром который вот горел все время в секторе магии она все это сжигает и все это считывается упраздняет и взлетает как ангел с огромными крыльями и окончательно снимает этот кранец со спины и выключила этот компьютер она увидела это видео почему а считывается что это вселенная с ней говорила через это видео да подсказка хорошо все пусть и она взлетает вверх я ей говорю чтобы она расторгала все эти контракты и она вот взяла и вот этот кракен он вот так вот крутится крутится как веревка закручивается и отпадает и когда он отпал он вот так отпал от сектора первоисточника и там открылась такая как шлюз огромная дверь и оттуда посыпалось что-то что именно оттуда посыпалось читай сейчас я посмотрю какие угольки как угольки пепел такой и все она так уходит я говорю чтобы она закрывала портал выходила со всех этих пространств и отменяла в своем роду и в роду человечества всего вот вот эти все программы смерти и вот эта рука я вижу как этот спор эта рука где первоисточник да светлые боги стояли светлые сидящиеся как рука которая положила победила этот антимир и она вот так вот вот так вот вот так было знаешь а потом вот так и протягивает руку вот это пространство и как по ступенькам вот эти руки в этой руке как по ступенькам выходят как люди они сначала черные вот так по пальцам идут такие все черные потом вот так по ладони такие уже с посветления серые вот сюда доходят уже почти белые а до локтя дошли и уже потом дальше полетели с крыльями это считывается как процесс очищения от чужеродной матрицы от матрицы смерти хорошо вот это да сейчас век вот этой ситуации отсоединись посмотри на эфирное тело надежды опиши как она выглядит сейчас ну она вот выглядит как античная богиня только уже несколько раз всплывал эгрегор христианский да но я не хотела его как бы ну вплетать но он снова проявляется да надежда хотела отменить и свое крещение и крещение своих детей внуков решения свои пусть она сейчас своим теперешним сознанием зайдет в момент крещения если это делали ее родители да оно считывается как крещение смерть посвящение смерть пусть она откажется посвящаться в смерть да это принятие программ смерти я вижу что она снимает себя как саван вот так распахивает снимает и в этот момент вот этот прозрачный живот с этими трубками тоже уходит я передаю чтобы она освобождала все пространство от этих эгрегоров подключек чипов имплантов выраживала все пространство выталкивала эти чужеродные энергии расторгала все контракты и жертвоприношения и восстанавливала ее эфирные ДНК ее целостность всех энергоструктур альфа генетику свою ой такого еще не видела там внутри этого большого шара такие другие шары это пространство вот в нашем пространстве такие вот каждое событие каждое решение как отдельное пространство пространство это история пространство это история вот так и она так шух-шух-шух начинает все выстраиваться на свои места вот и к сектору магии как бы открылся портал такой как будто эти ситуации закрывали и в этот момент я вижу как вот отсюда сектора принятия решений и тут же находится и сектор жертвоприношений как с трансбольта в сектор магии вот так черная энергия как будто бы из какого-то шланга под напором вот энергия стекает и вот эта подключка этот шланг вот этот сектор как бы сами проглотил энергии считывается насытился его же грехами и она всплывает как ну как птица как ангел крыльями взмахивает и в этот момент я вижу она образ идет такой она в секторе миссии как птица какая-то красивая птица и у нее как в клюве что-то есть что-то у нее в клюве считай информацию и она снова показывает вот этот зуб клык о символ вампиризма то есть вампиризма каннибализма то есть пожирание друг друга они так устроили что человек пожирает друг друга сам энергетические вот эти вампиры вот это все они так они устроили это всю систему вместо любви и поддержки сочувствия совести они продвигают вот это оно так звучит каннибализм потому что пожирание энергии другого человека это такой же каннибализм как и сожрать живьем другого человека то есть никакой разницы нет в эфирном плане для вселенной это одинаково что она хочет сделать этим символом спроси нее она его вот так вынимает и отдает тот нижний портал и он уходит вот это такое и у нее вот этот клюв ну как будто бы клюв был он тоже уходит хорошо все это уходит ее пространство осветляется и она что-то много много говорит считывается что она говорит умные вещи так что это за умные вещи послушай она говорит мы бы никогда не могли освободиться если бы не пострадали по-украински говорит как будто до сеть опыт обрели опыт она она говорит достали достали достала до сеть как будто вы достали там снизу то есть так также она говорит что зацепили за живое отвергли искусителя вот этот зуб также она говорит что миротворцы а мы все миротворцы примирились потому что примирились с творцом вот это идет творить мир творца творца мир с творцом а это мир с творцом и мир с творцами то есть с окружением мир внутри себя то есть мир с собой мир с людьми и мир с творцом а это и есть гармония сейчас посмотри на эфирное тело надежды опиши как она выглядит в эфирном пространстве вот так она сделала как будто бы сбросила себя что-то вот хорошо считывается как эта книга которая там была и она говорит что она распростерла крылья свободы над внешним миром что это за крылья свободы просили она показывает как много много светлый дух вошли она говорит что вошли в пространство вот внешнее чтобы выйти и вышли и каждая душа достала свою часть гармонии свою гармонию и она показывает как я видела в ее личном пространстве как вот эти гармонизируются вот эти пространства так и в общем пространстве каждая добытая гармония стала частью общей достояния души человеческой но как каждую часть своей мысль выполняет сознание да как общего сознания человеческого коллективного разума в человеке хорошо вот этой ситуации отсоединись да так сейчас посмотри на надежду опиши как она выглядит еще вижу что-то у нее в затылке есть читай информацию что там находится остаток какой-то считывается обрубок какого-то импланта отдает я говорю чтобы она проверила все ее личное общее и общее пространство и убрала все магические воздействия все чужеродные энергии почистила ее эфирное днк восстановила целостность и гармонию ее эфирного физического днк и восстановила ее эфирное эталонное днк рожденное когда она родилась свободной священной вселенной по конам свободных душ о такой как всплеск взрыв энергетический лишний портал на утилизацию восстановление конов гармонии хорошо хорошо так сейчас пусть надежда найдет привязки ко всем людям которые находятся в ее личном пространстве пусть им передаст информацию о своем освобождении и пусть их всех уберет из своего личного пространства вверх что с каким-то надрывом из третьей чакры убирает это все выходит и снова потоптала ногами поднимается вверх вот вышла с этого пространства вообще и закрыла за собой дверь хорошо от этой ситуации тоже оценись теперь пусть надежда проверит свое родовое древо пусть уберет оттуда все искажения все программы антимира программы смерти пусть туда передаст информацию о своем освобождении ну видишь как эти колдуньи они колдует не просто так а конкретно по общему плану сейчас я вижу как снова это Людмила Надежда вот этот вазонок с этими корнями Надежда взяла вот этот вазонок и по мордам по мордам эту Людмилу вот эти корни этот черный вазонок все ушло в портал на утилизации хорошо а родовые древа это она начало как бы древа жизни потому что отказалась вот принимать участие в этом Грегор забрала свою энергию я говорю чтобы она до последней капельки всю энергию ее собрала со всех воплощений со всех тех мест где она теряла свою энергию свою душу любые эфирные частицы чтобы она вернула и восстановила полную гармонию и жизнь в ее пространстве да она выглядит как ангел слетает еще повыше хорошо так теперь пусть надежда исходя из своего нового состояния пусть она своих детей родит в эфирном пространстве чистыми свободными без подключив без программ которые не передают так там как будто бы еще да она это делает я говорю чтобы она расторгла вот эти все контракты что за контракты с кем она вот так детей но считывается и внуков вот так как в таких гробиках на ладони переносит первоисточнику и они осветляются и взлетают а эти гробики пух падают как сектор магии падают вот так она говорит родила заново хорошо хорошо так пусть она им всем передаст информацию о своем освобождении сразу вот этой ситуации которая отсоединись да так еще пусть надежда отменит свои решения вот она в энциклопедии для женщин прочла обряд очищения энергии и делала много раз пусть она отменит эти свои решения ну я передаю информацию чтобы она наполнялась ее собственной энергией и отказалась от всех решений где она пускала ее личное пространство чужеродной энергии чтобы она исправила все искажения и да там были какие-то искажения но плохого такого нет воздействия нет чуть-чуть там было да чуть-чуть ну она хотела отменить да оно вот так вот уходит и выходит вероятно что-то там было не все хорошо но это тоже хорошо было как-то это ее защищало от магии вот у нее как такой вот но теперь она знает что вся сила и вся энергия внутри и защищен тот кто не соприкасается с магией кто не уважает свое личное пространство и не нарушает чужое да хорошо я говорю чтобы она восстановила свою ее суверенность личные границы свои пусть восстановит да хорошо вот от этой ситуации отсоединись да так сейчас посмотри на правый тазобедренный сустав надежды и считай информацию есть ли еще эзотерическая причина проблем с ним болей или все ушло но сейчас я там не вижу ничего это было с той подключкой к крестцу да я говорю ей чтобы она еще раз проверила убрала все причины отменила все операции вот эти маски вот я вижу наркоз наркозы эти уходят почистила пространство от чужеродных гипнотических воздействий убрала своего пространства весь гипноса дала карму за ложь за вмешательство в ее пространство ну и снова я вижу тот ее офис и она берет это кресло с этим и и бьет почему-то вот так по столу по клавиатуре по какой-то провода эти снимает себя я говорю чтобы она сожгла в ее пространстве все эти импланты чипы подключки все следы все зеркала запретила считывание ее эфирного ДНК и приказала всем колдунам потому что колдуны это все кто вторгается в пространство другого человека кто навязывает свою волю пусть она отдает карму за вмешательство да и всех их портал порталы пусть все закрывает и пусть поднимается в самые высокие пространства первоисточники да я еще передаю чтобы она излечила все ее пространство восстановила свою неприкасаемость суверенность хорошо вот этой ситуации тоже отсоединись да так теперь спросил подсознание надежды по поводу ее сна когда она поднималась в пространство увеличивалась заполняя собой его но потом ее одолевал страх что она растворится в этом пространстве спроси смысл это осознанное сновидение так а почему она испытывала страх что она растворится в этом потому что она ребенок была понятно она не знала как с этим работать а это вот это эти программы они они подогревали ее чтобы делать усилия выйти осознать понятно ладно вот этой ситуации тоже отсоединись посмотри снова на эфирное тело надежды опиши как сейчас она находится в секторе НИСИ и сейчас я посмотрю что это она кушает я ее спрашиваю что это она кушает она говорит что она отгрызает и вот эта змея и она вот вот так вот как будто бы ползет эта змея с такими вот отростками ну не змея а энергия такая черная отростки с одной стороны а днк и она вот как будто бы зубами вот эти шарики светящиеся откусывает откусывает а вот эта черная вся уходит 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 и наконец-то выходит из сектора вот интерферентов огромный такой шар энергии светящийся и это расторжение контракта ну оно уж так и бывает месяцами потом идет ну как бы восстановление проработка этих расторгнутых контрактов я говорю чтобы она зашла в тот момент когда она полностью очистилась от чужеродных днк энергий подключек чипов имплантов и чтобы всегда оставалась в этом чистом священном пространстве наполнялась своими собственными энергиями и восстановила свою идет идентичность да 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 чтоб почистила все ее пространство она вот она просто расширяется вот этот шар который ее как бы удерживал вот этот шарик который я видела в начале который вот так вот такого телесного цвета это как вот этот блок от этого маленького ребенка который был в первом воплощении и эта вся трагедия она ушла то есть она вышла с этого переживания которое было прописано в ДНК вот ее сознание действительно расширилось как бы вот так безгранично а это означает что сейчас я посмотрю а слияние с сознанием чистой вселенной это то что она в детстве боялась это сделать но это она сделала сейчас потому что страх был именно связан с этим с этой родовой травмой так ну теперь ее нет сейчас нет и она передает информацию в общее сознание вселенной и всего человечества хорошо хорошо так сейчас Вика спроси надежды она сегодня все сделала миссию с вами да хорошо мы для нее все сделали спасибо да хорошо тогда будем заканчивать с надеждой мы прощаемся от соединись Вика от всех всего да проверяй все пространство вокруг себя все ли чисто все ли порталы закрыты и будем выходить да все чисто сейчас я посчитаю от 1 до 3 и ты вернешься в настоящее откуда я с тобой разговариваю 1 2 3 открывай глаза да Продолжение следует...